Губернатор Николай Любимов напомнил рязанцам, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Кроме этого, губернатор обратился к тем, кто вернулся из поездок в другие страны. Он попросил сообщить о своем прибытии медикам, независимо от того, есть ли признаки ОРВИ или нет. В связи с профилактикой коронавируса, каникулы во всех школах Рязанской области начнутся 17 марта и продлятся до 30 марта. В этот период отменяются смены весенних лагерей отдыха и актива. Всероссийские проверочные работы проведут в резервные сроки в конце апреля 2020 года. Вузы также отреагировали на ситуацию с коронавирусом. Так, два из четырех крупнейших рязанских вузов перейдут на дистанционное обучение уже 17 марта. Решение приняли в РГУ и Агротехнологическом университете. Переход на дистанционное обучение вызван тем, что мы ни в коем случае не снижая интенсивность овладения нашими студентами образовательной программой, стремимся к тому, чтобы обезопасить их вот в этой непростой ситуации. У нас накоплена своя за это время информационно-электронная информационно-образовательная среда, где содержится большое количество лекционных курсов, проверочных заданий, тестов. И учредитель Министерства образования и науки Российской Федерации в ближайшие дни будут опубликованы в доступном варианте, в доступном формате онлайн-курсы, которые мы тоже можем использовать в своей работе. Это не карантин, это просто новый формат работы. Рязанский радиоуниверситет и медуниверситет не планируют отменять занятия из-за коронавируса. Обучение продолжится в штатном режиме. Ректор радиоуниверситета Михаил Чиркин также обратился к студентам с просьбой не рисковать здоровьем и не приходить на занятия, если вы обнаружили у себя признаки заболевания. Кроме того, в радиоуниверситете организуют входной контроль с участием медицинского персонала и применением тепловизоров. Что касается детских садов, то здесь вводится свободное посещение. Однако уточняется, если есть возможность, лучше оставить ребенка дома. В православных храмах с серьезностью отнеслись к мерам профилактики. В церквях стали более широко применять санитарные растворы для дезинфекции кивотов икон, которым прикладываются верующие. В целях профилактики коронавируса Роспотребнадзор рекомендует. Воздержитесь от посещения общественных мест, торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. Используйте одноразовую медицинскую маску или респиратор в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Кроме того, в ведомстве советуют чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать гаджеты и поверхности, сократить телесные объятия и рукопожатие, а также пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.